Миф о двух братьях Ромуле и Реме Согласно легенде, мальчики родились у Реи Сильвии, жрицы храма Весты. Задолго до этих событий дед-близнецов, царь Нумитор, благополучно правил городом Аль-Бар-Лонге. Был у Нумитора младший брат Амулий, который отчаянно завидовал успехам старшего брата, заручившись поддержкой недобросовестных советников Нумитора, Амулий решил свергнуть брата с престола и занять его место. Это и случилось позднюю ночью. Подкупленная стража открыла ворота дворца, и повстанцы захватили царя Нумитора. Помимо этого, был схвачен и убит сын царя, Амулий быстро разделался со всеми неугодными ему придворными и занял престол. Оставалась еще племянница Амулия, дочь Нумитора, Рея Сильвия. Со временем она могла бы выйти замуж и родить детей, которые имели бы возможность претендовать на трон. Этого Амулий допустить не мог. Судьба Реи и Сильвии была определена сразу. Ее отправили жрицей в храм Весты. Весталки не имели права выходить замуж и рожать детей. Им суждено было на роду оставаться вечными девственноцами. Подстраховавшись таким образом, Амулий избавился от всех предполагаемых наследников мужского пола и занял трон. Однажды, отправившись за водой, Рея Сильвия встретила в одной из пещер мужчину. Им оказался Марс. Отец Ромула и Рема. Не всегда Марс был богом войны. Изначально он считался у древних римлян и этрусков богом плодородия. Благодаря чуду, Рея Сильвия родила спустя время близнецов, крепких мальчиков. Услыхав об этом, Амулий пришел в ярость. Он только-только укрепился во власти, и тут возникла новая угроза в лице предполагаемых наследников. Амулий приказал доставить всех троих, мать и ее детей, во дворец, а затем вывезти их к Тибру и избавиться. Мать Ромула и Рема, Рею Сильвию, столкнули в воду. По легенде, она не утонула, а стала женой речного бога. По другой версии, Рея Сильвия была заточена в темницу, где и провела остаток своих дней. Младенцев, которым было несколько дней от роду, и которым даже не дали имена, решено было утопить. Но палачи просчитались по счастливой случайности корзину с близнецами прибило к берегу, под тень древней смоковницы. Плач голодных младенцев услыхала волчица. Она только недавно родила собственных щенков, поэтому материнский инстинкт был намного сильнее инстинкта хищника. Волчица не только не причинила детям вреда, но и вытащила их из воды, перетащила в сухую пещеру и выкормила их собственным молоком. По преданию волчицы помогали чибис и дятел, ухаживали за младенцами, поносили еду к пещере. В волчьем логове близнецы пробыли совсем недолго. Однажды детские голоса услыхал проходивший мимо царский пастух Фаусту. Приглядевшись, он заметил волчицу и двух детей. Вернувшись, он рассказал об увиденном своей жене, Аке Лоренции. У пастуха и его супруги было свое дитя, но ребенок умер в младенчестве, а после долгое время у пары не было детей. Появление двух мальчиков супруги восприняли как дар небес. Вернувшись к пещере, супружеская пара забрала близнецов и стала отныне воспитывать их как собственных детей. Одного из мальчиков нарекли ромулом, другого ремомом. Мальчики росли крепкими, смышленными детьми, быстро завоев доверие местных жителей, постепенно не создали свою команду, которая в случае необходимости защищала родные места, а порой не гнушалась нападать на соседние деревни. Такая жизнь продолжалась до тех пор, пока один из братьев рем не попал в плен. Схватившие рем пастухи, как оказалось, служили никому иному, как свергнутому некогда царю Нумитору. Бывший правитель Альба Лонги остался жив, но жизнь его была отнюдь не сладкой. Но у него была земля, небольшое стадо, и пастухи в услужении. Они-то и привели к Нумитору, однажды захваченного в плен рема. Расспросив юношу и сопоставив факты, Нумитор догадался, что видит перед собой собственного внука, одного из пропавших сыновей его дочери Реи и Сильви. Тем временем Роммул с отрядом отправился выручать брата. Ворвавшись в город, они проникли в царский дворец и убили Амулия. Нумитору была возвращена власть, и жители Альба Лонги вздохнули с облегчением. Уж больно жестоким правителем оказался Амулий. Спустя несколько лет Нумитор посоветовал внукам основать собственный город и расширять его по мере возможности. Основание Рима, вечный город, был основан 21 апреля 753 года до н.э. Правда, связано это было с весьма печальными событиями, перед тем, как основать город, братья никак не могли договориться, на каком из семи холмов он будет находиться. Рим предлагал Аветинский, Ароммул, Полотинский. Связывая его с событиями из их собственной жизни, выбор склонился в пользу Полотинского. Постепенно на холме стали появляться первые постройки, будущий вечный город. Встал вопрос, чьим именем будет он назван. Снова заспорили братья, но решили так, каждый из них сядет на своем холме и будет считать пролетавших коршунов. У кого коршунов будет больше, тот и будет считаться выигравший спор. Так и поступили. Рим на Аветинском холме насчитал шесть коршунов, Ромул на Палатинском двенадцать. Братья было заспорили о нечестном подсчете, но их спор прекратили те, кто пришел вместе с ними. Выходило, что основателем города мог считаться Ромул, и город будет строиться на Палатинском холме. Ромул провел широкую линию на земле, словно очерчивая границу будущего города, и возвестил, что ни один горожанин без его разрешения не переступит границу города. Рим заявил, что границу эту перерет даже младенец и в шутку перепрыгнул несколько раз через линию. Ромул пришел в ярость и в запале убил собственного брата Рима. Сказал при этом, так и поступлю с каждым, кто нарушит приказ. Ромул дал городу собственное имя. Ромул Рома, город Ромула, был проведен длинный ритуал рождения нового города. Ромул и его соратники по очереди перепрыгнули через огонь, чтобы доказать, что их помыслы исты. Затем была вырыта яма, куда все по очереди бросили по комку земли, принесенной из Аль-Балонги. Этим они показали, что связь с родной землей остается у каждого, и что Рим отныне будет также считаться их родным городом. Так как Ромул считался основателем города, отныне он нес огромную ответственность за Рим и за всех его жителей. Понемногу Рим разрастался, со временем появились постройки не только на Палатинском, но и в соседних Аветинском и Критолийском холмах. Правление было озабочено тем, что увеличить население города быстрее, так как основную массу жителей на момент основания города составляли мужчины, притом далеко не лучшие категории населения, беглые рабы, каторжники, бродяги. Соседние поселения не спешили породниться с ними, поэтому правитель пошел на хитрость. Во время городского праздника римляне просто захватили понравившихся женщин. В истории сей факт вошел как похищение сабинянок. Одна из сабинянок, Герсурия, стала женой самому основателю Рима, родив ему сына Авилия и дочь Приму. Скандал тогда разгорелся нешуточный, вплоть до военных угроз со стороны соседних территорий. Долгоя правопролитная война, право за обладание лучшими землями претензии на власть. Наконец, племена римлян и сабиняны решили примириться, заключили между собой соглашение два сильных правителя, Ромул и Тит Таци, правившие впоследствии вместе в течение шести лет. После смерти Титация в одном из походов Ромул стал единоправным царем. Сабиняне поселились на одном из семи холмов Капитолийска. Становился первым царь, кто ввел новую систему правления Сенат. Своё многочисленное войско он делит на легионы, а из остального населения Рима выбирает лучших из лучших, дабы составить из них городской совет. Он называет их отцами, потому что они заботятся не только о собственных сыновьях, но и о других жителях Рима. Потомки будут называть их патриции. Это будущие сенаторы, призванные решать основные вопросы жизнеобеспечения города. Царь поделил жителей на патрициев, плебеев, задав тем самым задачи каждому из них. Патриции решают вопросы насущные, плебеи занимаются земледелием, скотоводством. Однако каждый плебей был защищен законодательно, и каждый бедняк мог выбрать себе патрона защитника, именно отсюда берет начало понятия слова патрон. При Ромуле появляются свои праздники и обычаи. Убийство собственного брата, а Ромула долгие годы мучили угрызание совести, засодеянное, послужило толчком к созданию Ромулом праздника Лемурий в честь усопших. Похищение собинянок дает начало римскому обычаю похищать невесту перед свадьбой. А в честь женщин собинянок, которые примирили представителей двух имен римлян и собинян, Ромул установил праздник Матроналии. Правила Ромул Рим около 38 лет. Но во время одного из походов Ромул исчез. Случилось это при странных обстоятельствах. По свидетельству Плутарха, на месте сражения вдруг возникла странная туча, появлению которой сопутствовали ветры и лихри. Народ в панике бежал с поля боя, но после того, как туча рассеялась, Ромула не нашли ни живым, ни мертвым. Римская мифология приписывала Ромулу чуть ли не вознесение на небо. Но часть историков склоняется к версии, что в результате заговора в Сенате Ромул был убит своими же соратниками.